Чё-то очень рано сегодня, я встала, 8 часов, я уже накрашена в 11, это очень редко. У нас сегодня будет праздник, где муж работает, там откроют ворота, и все люди смогут туда прижаться, там как бы такая... Это ярмарка называется, да, где карусели, где еда, всё такое, и будет выставка всяких разных панциров и воротолётов этих, армейские, американские, немецкие всё будут там представлять, и я из этого туда пойду, я очень обожаю ходить, смотреть всякие вот вещи. Я очень люблю музей, причём мой муж не любит музей, я, как и каждый, когда я с ним иду в музей, он мне настроение портит, мы ругаемся, потому что ему скучно, ему ничего неинтересно, он просто за мной ходит, и это лицо строит, и я не могу нормально смотреть, потому что я знаю, что он сзади меня, что он это лицо строит, и потом меня это раздражает, и мы начинаем ругаться, и в этот раз ходит, и, наверное, будет что-то, что ему интересно, в чём он разбирается, будет мне рассказывать, что за какие оружия, что за панциры, надеюсь, будет очень интересно. Вы меня просили снимать чаще видео, я с удовольствием буду снимать, потому что так как у меня сейчас много времени, но я не знаю, о чём, честно говоря, у меня сейчас такая фаза, что абсолютно не хочется такое вот серьёзное что-то, запрос о том, что рассказать, как учат Вторую мировую войну в Германии, как к этому люди сейчас относятся, я не забыла, он будет, но я ещё думаю, как это всё рассказать, потому что я опять знаю, весь этот негатив будет от всяких разных странных людей на YouTube. В последнее время очень странные люди на YouTube, я заметила, я не знаю, откуда они вообще берутся, и что у них за проблемы, но ладно. Да, так что сегодняшний видео будет о покупках, 4 вещи я вкупила, чисто случайно, я пошла с подругой в город, абсолютно не собиралась ничего покупать, просто зашли в магазин, я увидела одно платье, которое я всё лето искала, второе платье, которое я всё лето искала, обувь, которую я всё лето искала, и знаете, это, блин, обидно, какой-то закон подлости, или как это назвать, когда вот вы всё лето ходите по магазинам и ищете, ищете, ищете вещей, именно то, что у вас есть определённо в голове, вот именно вы хотите что-то найти, что к этому похоже, ничего нету. Вот я всё лето искала какие-то длинные платья в пол, но почему-то либо они были слишком дорогие, либо они были слишком официальные, то не то что-то, что я на каждый день буду носить, либо не тот материал, не та длина, не тот принт, не так сидели, то есть вообще, меня так это бесило всё лето, вот искала самую простую вещь, длинное платье в пол, нигде не могла найти, и сейчас, когда распродажи, когда лето заканчивается, они повсюду висят, и ещё на таких ценах, это просто, ну, конечно, мне это без разницы, я скоро уезжаю, у меня будет круглый год лето, жара 40 градусов, поэтому я с удовольствием сейчас покупаю вещи, и не задумываюсь о том, что скоро осень, но, конечно, для тех, кто здесь живёт, мне, конечно, вас очень жалко. Так что начнём с обуви. Одна пара обуви, я её увидела, и я не могла поверить в моё счастье, что мне наконец-то повезло, так как это муха была. 10 евро. 10 евро – это пара. Мне очень нравится толстый каблук, я считаю, это очень красиво, и не только толстый, я ношу и тоненький, и вот всё, что угодно, но толстый каблук мне тоже очень нравится, просто классный цвет, мне кажется, на лето подо всё подойдёт, под простые вещи, шорты, белая майка – это обувь подойдёт, под чёрной подойдёт, то есть мне это очень нравится, очень элегантно, красиво смотрится, вот особо мне вот понравилось, вот как оно здесь сделано. Очень удобно, потому что каблук не такой прям высокий, и он ещё толстый, здесь у нас танкетка. Просто классная обувь. Единственное, что она вот здесь немножко натирает, но это с временем, конечно, пройдёт, это новая обувь. 10 евро. Были разные другие цвета, был какой-то чёрный-красный, я абсолютно не люблю эту комбинацию, чёрный-красный, меня вообще как-то раздражает, мне вообще это как-то отталкивает. Потом какой-то синий-розовый, очень красивый тоже был, но с чем я одену синий-розовый обувь? С чем? С таким платьем не одену, с другим платьем не одену, так не одену. Ещё какой-то морковный цвет был, но мне тоже не понравился, это самое то. 10 евро, 10 раз повторяется, классная обувь. Если без Германии, то обувь продаётся в таких вот магазинах, no name, без названия, такие вот магазинчики маленькие. Они чаще всего называются, не знаю, Fashion Deluxe, Laufsteg, не знаю, City Gern, знаете, такие вот. Что я могу сказать? Это набойка, набойка, так говорят на русском, она, я знаю, через пару недель, через 2-3 недели её уже не будет, потому что какой-то тупой материал, он так быстро уходит, поэтому тупо, но 10 евро, ничего не скажешь, ладно, классная вещь. И причём даже тоже так хорошо сделано, то есть не видно там прям клея или что-то такое. 5 минут я обувь и говорю. Классный, классный, классный. Потом я увидела шортики в Orsi. Сначала просто мне цена понравилась, я увидела 5 евро, и тогда я начала прикладывать, ну, после этого я начала как бы смотреть, думать, а потом, когда я померла, я вообще поняла, что они мне нужны, они очень красиво на мне сидят, они удобны, и такой я ещё никого не видела. Вы не смейтесь, но у меня аквариум, океан на шортах. Видите, у меня всякие ракушки, у меня вот эта вся травка, которую в море можно найти. Классные шорты, они тоже выше как бы сделаны, они выше, они как бы до талии. Здесь кармашки, есть очень такой приятный мягкий материал. Сзади такие вот. Вот прикольненькие, красивенькие за 5 евро. Это, я даже не знаю, 5 евро, такие шорты. Ну, где вы за 5 евро надёте такие шорты? Причём Orsi, это хороший магазин, они качественные, хорошие, ничего там не портится. И последние два, это платье. Одно платье я купила в магазине Promod за 12 евро. Оно стоило 30 евро. Это скидка на 59%. Платье висели, к сожалению, размеры L и XL. Я взяла L, но я его так переделала, что оно мне сейчас подходит. Вам покажу это платье. Оно очень длинное, оно в пол, поэтому я не знаю, как вам показать его. Ну, короче, это зад у нас такой. Что я переделала? Вот эти штучки, видите, я здесь зашила. Потому что эти штучки, они вообще-то были здесь снизу зашиты. И поэтому эта штучка была длиннее. У меня вообще-то висело до попы, всё, не знаю. Я это всё сократила, и теперь у меня платье нормально на мне сидит. На груди нормально, сзади на спине. Просто класс. Платье очень простое. Простой, тоненький материал, никаких кармашек, ничего. Просто длинный, длинный, длинный в пол. Мне просто понравился принт. Такой вот приятный, классивый. У меня часто проблема, что я говорю как китай. Я когда с мужем разговариваю, мне так часто я не R, а L говорю. Вот это в позднее время очень часто, я не знаю. Очень красивое платье. Главное, оно не прозрачное, потому что все платья, которые я взяла в Макси, эти платья, они были все-таки какие-то прозрачные. Я не понимаю, зачем платье, если надо ещё снизу что-то одевать, какую-то длинную майку. Ну, хороший, тоненький материал. Что мне тоже нравится, оно длинное, и снизу оно не широко идёт, а оно прямо. Классное платье. Не знаю, вот принт, я его сразу видела, я поняла, что мне это надо, потому что мне этот принт так нравится. Он такой прикольненький, летний. И на талии просто какой-то ремень сделать, и уже какая-то форма есть. И оно не просто так висит, но просто классное платье. 12 серое. Вот такое платье я всё лето искала. И последнее платье я бы купила в магазине Mango. И оно стоило 30, я его за 17 купила. Платье очень классное, к сожалению, оно прозрачное. Надо под него одевать какую-то длинную майку на бретелках. Потому что оно прозрачное, у вас реально видно попа и трусы, и, может быть, кто-то так носит, но я так не ношу. И материал, материал, видите, это материал такой, это не для лета, я сказала бы, потому что летом, когда жара, если просто так одеваться, хорошо. Ладно. Но здесь надо ещё майку снизу одевать, это уже, значит, двое вещей на мне, и в 28-30 градусов я просто умру с этим. Я даже не знаю, что здесь у нас за... с какой состав, сейчас посмотрим. Состав у нас здесь 94% вискоза и 6% лен. Что это лен? Тоже простое, длинное, длинное платье в пол, ничего особенного. Искала такое простое платье в пол с полосками, я всё лето искала. К сожалению, это не тот материал, который я хочу, но вечерком или когда сейчас уже лето пройдёт, и не будет больше 30-20 градусов, там, 23-24, можно будет одевать. Оно простое, тоже длинное, прямое, 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 до пола, но самое главное, что вот в этом платье мне так понравилось, я сейчас вам покажу. Это у нас сбоку на ноге такой вот вырос, и это так сексуально, мне это так нравится, я вообще не знаю. Это же так красиво, такое длинное платье в обтяжке, потом вдруг видно кусочек ноги. Вот это... я просто-таки платье обожаю, и оно длинное, прямое, классное платье, я просто обожаю магазин Манго, и это платье вообще, я не могу дождаться его одеть, и все мои платья вы увидите ещё будут outfit of the day, вот, если вам будет интересно. Это всё, что я купила. Извините, что я одни покупки, 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 покупки показываю, мне кажется, мой канал уже один канал, одни покупки, 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 но, к сожалению, ничего другого я не умею, я не умею краситься, я не могу вам показывать, как краситься, мои волосы, они все сломаны, я не могу вам показывать, как за своими волосами ухаживают, чтобы они были красивы, потому что мои сломаны с корней до кончиков, и я много чего покупаю, поэтому такие вот видео. Ну, так что, надеюсь, вам было интересно, и пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok